Субтитры создавал DimaTorzok Здарова! Вот это видео из разряда знаете ли вы что? Знаете ли вы что будет если гидрогель положить на раскаленную сковороду? Ну или хотя бы знаете ли вы что такое гидрогель? Потому что я вот нихрена не знал Гидрогель Субтитры создавал DimaTorzok Ну прикольно чё Как ему вообще в голову эта идея пришла? Есть конечно одно предположение Просто ему очень скучно живется и у него есть два мешочка со словами Он достает одно слово из одного мешочка, одно из другого и соединяет получившееся Гидрогель и сковорода Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь ему когда нибудь достанутся бумажки мой пенис и девушка Ну вообще конечно что то в этом скрипении есть По любому он соседний под напряг Они ведь наверняка подумали что он на скрипке начал играть А еще это похоже на поведение женщин на распродаже Субтитры создавал DimaTorzok Ну или дети в детском саду на прогулке в быстрой перемотке Субтитры создавал DimaTorzok Или аудиокассету перематываешь Ладно хватит В какой то момент даже самому автору видео стало скучно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но они не взорвались И я зол В России очень много творческих личностей И вот одна из таких Брейкбитовый тепловоз Единственный в мире тепловоз битбоксер А ведь я знаю с чего этот тепловоз начинал Помни его первые работы Чучучучу Судя по всему сейчас он на батл едет И по пути свою программу повторяет Мне кажется это не единственный творческий тепловоз У него есть как минимум один друг Он рядом со станциями на гаражах граффити рисует Может видели? Я кстати понял почему железнодорожники ничего не предпринимают Они ведь первый раз от поезда что-то новое услышали А машинист вообще думает что радио работает Милицейская волна какая-нибудь или шансон Кстати, заметили, с какой интонацией оператор представил нам машину? Брейкбитовый тепловоз! Такое ощущение, что это он его изобрел. Коллеги, я рад презентовать вам абсолютно новый... Брейкбитовый тепловоз! Хотя, правильнее сказать, не изобрел, а довел до такого состояния, что там какой-то клапан срвало, и теперь воздух выходит с таким звуком. Кстати, я знаю, как должен выглядеть машинист этого поезда. Вообще хорошо, что у тепловоза именно такое хобби. Я слышал, что его отец ничем подобным не занимался, а только много курил. На самом деле, было бы хуже, если бы Локомотив валялся на боку, пытаясь танцевать брейк-данс. Хотя, если железнодорожники и дальше не будут следить за состоянием машины, то у него может появиться любое хобби. Вплоть до того, что он станет Готэм и перестанет возить конформистских ублюдков. Если кто-нибудь когда-нибудь будет вам втирать, что его собака охуенно выдрессирована, просто покажите ему это видео. Покажите его. Все, до конца назад. Хорошо. Смотрите, что он будет вверх. Хорошо. Смотрите, что он будет вверх. Смотрите, что он будет вверх. Чистит зубы, бреет опасной бритвой, гладит рубашку. Хотя, если честно, я не понимаю, зачем ходить на работу, если можно научить пса делать это за тебя. У хозяина этого пса есть жена? Нахера? Если только удовлетворять сексуальные потребности. Остальные функции может исполнять четвероногий друг. Любимая, приготовь что-нибудь вкусненького. Конечно, дорогой. Я не тебе. Да и вообще можно жить одному и с кресла не вставать. Песик, включи футбол. И попить, попить. Хороший мальчик. И, к сожалению, он не забывай. Блин, а кто так играет? Что происходит? На поле выбежала собака. Она нападает на футболиста и откусывает ему ногу. Хороший мальчик. Can you walk? Stay, sit. Good job. Was it good? Of course he was. Good boy. Alright, jumpy. Time to go to bed. Cover up. Финальный трюк с превращением в шоурум меня особенно впечатлил. Пес, конечно, красавчик. Я уверен, он еще и это видео сам смонтировал. Мне кажется, я начал понимать, в чем секрет его хозяина. Он видит кое-что, чего не видим мы. Интерфейс Sims. Can you walk? Stay, sit. Good job. Думаете, наложить звук поверх видео это очень просто? А вот попробуйте сделать это так, чтобы получилось гениально. Так, стоп. Не надо вот прямо сейчас этим заниматься. Зацените и почерпните вдохновение в этом видео. Если не прислушиваться, то может показаться, что это ускоренное воспроизведение. Но не, прислушайтесь. Крутотища. Формяула 1. Мяутоспорт. Котомобили. Вообще, в идеале все должно вообще вот так выглядеть. Интересно, сколько под капотом кошачьих сил? Ну вот мне кажется, чтобы победить лошадь, надо примерно штук 40 кошек. Значит, одна лошадиная сила равна 40 кошачьим. А в одном болиде примерно 750 лошадиных сил. Получается... Блин, зачем я вообще в это влез? А ездят этих автомобилей на чистом нефильтрованном крафтовом молоке с местной аутентичной молоковарной. Так, стоп, подождите, я сейчас быстренько посчитаю, а то никак сосредоточиться не могу. То есть, получается больше 30 тысяч кошачьих сил. Как человеку пришла идея сделать такое видео? Это даже круче, чем гидрогель на сковороде. Хотя, возможно, у этих двух видео один автор. Я, кстати, тут уже кое-что придумал, зацените. Ништяк, ведь? По мне, так не менее гениально. Кстати, между прочим, гонка происходит у нас в Сочи, куда гоняют на три ночи и любят скушать пончи. Это так, просто факт, чтоб вы гордились. Как связать это с кошками, я не знаю. Но вообще, возможно, это и не переозвучка, а голоса кошечек, которые обычно крутятся вокруг крутых тачек. Ладно, давайте еще раз посмотрим этот шедевр и будем заканчивать на сегодня. Говорю вам, короче, поставьте палец вверх и подпишитесь на новые видео. И все будет хорошо, и вы будете в золоте и в богатстве, прям как я. Это был Плюс 100500, мне зовут Серебряный Король. Так, где фанфары? Мне обещали фанфары! Ладно. До встречи. Продолжим. Что проходите? Не знаю. Тебе не насрать. А, значит, я тебе мозг имею. Да не, ну чё ты? Да, 100 пудов. Хэштег Жиза. Тогда скажи, что тебе интересно? Что тебе нравится? Не знаю. Курить план, играть в танки, кидать фотку члена девочкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 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 Продолжение следует...